Ровно 149 лет назад, именно 10 марта, появилось положение заселения Черноморского округа. Этот документ изменил этническую карту региона и пошел на юг массовый поток переселенцев, причем организованный. Все это было после отмены крепостного права. Люди устремились на свободные земли. Территория между реками Туапсы и Бзы предназначалась для сельских гражданских поселений. Ехали крестьяне из различных губерний. Таким образом побережье осваивали русские, украинцы, грузины, молдаване, эстонцы, белорусы, латыши, немцы. Не только крестьянам выдавался участок земли, но и даже определенная сумма на обзаведение хозяйством. Транспортные средства были оплачены и вообще организованно шел вот этот поток. С другой стороны, поток шел переселенцев из Османской империи. Армяне и греки заселяют эту территорию. Отсюда и такая многонациональность курортного Сочи. В историческом музее хранятся интересные предметы быта первых переселенцев Черноморского побережья. Вот лапти, есть русские берестяны, а это саба, обувь эстонских переселенцев из дерева. Пальцы – приспособление для жатвы начала 20 века, конечно же, оставшееся в далеком прошлом. А вот самовары в те времена и сейчас узнаваем. Его, кстати, имели в своем доме более зажиточные крестьяне. Вот эти предметы, они рождали и поговорки, и пословицы. Они участвовали как бы, ну, в обычаях, традициях, праздниках. Ну, о прялке говорили. Какова пряха, такая и рубаха. У плохой пряхи нет и на себя рубахи. Ну, а это рубель. Вот мы видели уже утюги, да, чугунные, которые, и вот рубель, он не только для глажения, но и как бы для стирки усовершенствованных. А с таким крестом осваивали переселенцы новые земли. Кстати, в музее есть конфессиональный уголок. Здесь хранятся христианская библия 16 века, Коран, библия лютеранская. Все это говорит о формировании национального состава Сочи, многообразного, но очень интересного и познавательного.